Приветствую вас, друзья, в эфире программа «Золотая рыбка». Меня зовут Евгений Додолев, а в гостях у нас актер и сценарист, которые увеличают хранителем памяти своего отца Никита Владимирович Высоцкий. Здравствуйте, Никита. Я начал с очень длинного вопроса, прям очень пространного. Дело в том, что мы в последнее время вообще наблюдаем ревизию оценок разных исторических эпох, советского периода, в том числе таких культовых фигур, в частности, как ваш родитель. Я знаю, что была история в 1994 году в Таджикистане, когда вы вывозили съемочную группу во время войны. Фам, офицер, полковник, который знал, что вы сын Владимир Семенович, сказал, что ты точно отсюда не улетишь, потому что он, Владимир Семенович, виноват во всем этом, то, что происходило. Что имелось в виду? Этот, во-первых, эпизод очень неожиданный, потому что я исходил из того, что все советские люди, особенно советские люди в погонах, они просто Высоцкого обожали. Как вы трактуете вот эту его фразу? Ну, действительно, была достаточно нервная ситуация, там, в самолет, кроме того, что я туда хотел группу загрузить, хотел еще улететь человек 500, потому что не было сообщения, тогда было нарушено сообщение из Таджикистана, вот, и грузили туда гробы, а с другого входа фрукты. В общем, это было нервно, и это было время, когда вот заканчивалась гражданская война в Таджикистане, в которой так ли-сяк ли участвовали те русские части, которые там расположены. Вот, и он имел в виду именно то, что вот это все развалилось, потому что, как бы, вот Высоцкий был за, как бы, вот за свободу, как бы, он, многие его воспринимали и сейчас продолжают воспринимать, как некого такого вот человека, который вот подпиливал устое, да, там, вот, на мой взгляд, это несправедливо, вот, но для вот этого человека в той, вот, в тот момент это было очевидно, что вот все рушится, потому что кто-то разрушил, в том числе и Высоцкий. Оно рушилось по разным причинам, может, построено было не очень хорошо, тут сложно сказать, вот, но для меня это очень был мощный момент, потому что я тоже был, я привык к тому, что, когда я говорю там, что я сын Высоцкого, что, в общем, и двери могут открыться, а уж тем более, там, для военных суровых мужиков, они, как бы, на это, нет, но там кончилась эта история тем, что самолет ко мне подошел прапорщик, вот такой в кожаной куртке, и сказал, что мы сейчас уедем, но ты никуда не уходи. И они уехали, люди ушли из поля взлетного, мы остались, спрятались, уехал этот полковник, самолет, уехал, уехал, его просто видно не было, потом развернулся, приехал, они выкинули трапы, взяли всю мою группу и увезли. Военные ребята с Чикаловского аэродрома, вот, они взяли, а человек, который командовал этой погрузкой, да, он, он вот так проявился. Я думаю, что это, и дело не в том, что это там имеют право, каждый, как понимает, но вот это ощущение того, что Высоцкий разрушитель, оно было и при жизни его отца, и это многие говорили, вот, и до сих пор многие его воспринимают, что вот он некий такой вот революционер от искусства, да, вот от поэзии, что несправедливо. На мой взгляд, он как раз наоборот человек, который людей соединял, который, любовь к которому объединяла людей. Он, конечно, созидатель, а не разрушитель для меня, вот, поэтому, ну, сколько людей, столько мнений, и тем более, правильно Вы совершенно говорите, что сейчас, как бы, многое переосмысливается, и, наверное, и об этом люди тоже думают, такой любимый вопрос не только русской интеллигенции, но вообще всех, кто виноват, надо найти крайнего, вот, и, может быть, опять вернутся времена, когда выяснится, что виноваты люди, которые пишут какие-то неправильные стихи или ставят неправильные спектакли, все бы хорошо, да вот только они, но это же несправедливо. Да, но сейчас действительно, вот, на, за последние 10 лет очень сильно изменился градус фотооценки фигуры Сталина. Да. Вообще, Брежнева, советского периода, рок-музыкантов, а я знаю, что это у вас не вызовет особого гнева и протеста, но читаю, что Владимир Семенович был вот по сути, он был рок-музыкантом, не по форме исполнения, а вот по, знаете, есть хорошее русское слово «месседж». Вот это сообщение всегда у него было. Вы наблюдаете изменение какого-то отношения к Владимиру Семеновичу вот на протяжении, скажем, последних 10-20 лет, скажем, вот так, вот в этом столице? Ну, вы знаете, вы тоже поймите, я внутри, да, наверное, наблюдать можно, когда ты где-то смотришь. Я поясни, что я имею в виду, как человек, который рулит музеем, которого, там, писатель Татьяна Устинова называла хранителем памяти. Вот я вас спрашиваю не просто как у сына, а как у человека, который вот эту миссию исполняет. Отношение к нему, вот если, вот вы говорите, меняется вот в последние, особенно в последние годы, за 20 лет не скажу, но вот за последние несколько лет оно стало гораздо более эмоциональным. Вот я все-таки вернусь еще назад. Я учился у Олега Николаевича Ефремова, а отцу моему в 88-м году дали государственную премию. Я уже закончил, я закончил в 86-м году. И потом я встречался с Олегом Николаевичем несколько раз, и он мне рассказал, а он входил в комиссию, которая должна была принять решение, комиссия по вручению государственных премий в области литературы и искусства. Олег Ефремов входил. И было предложение, фактически политическое решение дать Высоцкому. Его уже 8 лет как не было на земле. И он говорит, о нем спорили, а там были люди в этой комиссии, не буду там говорить, но достойные люди, между прочим, которые говорили нет. И он говорит, о нем, когда шел спор, и когда о нем ругались, было впечатление, что ругаются о живом человеке. Вообще принято же, да, что если, как это называется, о мертвом в России, да, или хорошо, или ничего. А его костерили, как будто там даже кто-то сказал, что вообще ему рано давать. Человека 8 лет уже нет. Он как бы какое-то время после своей смерти, он как бы присутствовал в жизни, и о нем, вокруг него было очень много вот эмоций. И сейчас, может быть, потому что жизнь стала нервнее, может быть, острее, страшнее. И ко многим вещам мы относимся более эмоционально. Но вот к Высоцкому стали относиться более, вот как будто он здесь. Как будто вот можно или опереться на него, или отодвинуть его, чтобы он не мешал. К нему стали относиться, ну, как к сегодняшнему персонажу. Его 42 с половиной года нет на этой земле. 42 с половиной года исполнилось в день его 85-летия. А вот когда он с вами, я имею в виду, с вами и с братом проводил какое-то время, там куда-то выходили, тема разговоров о системе, о советском строительстве как-то всплывала, или это было вообще совершенно неуместно? Он к нам относился, наверное, ну, из-за того, что все-таки мы последние, там, значит, он развелся с мамой официально, с моей мамой, там, по-моему, в 71-м году. Ну, я думаю, они с 68-го года уже не были фактически. И поэтому он немного к нам, наверное, как бы относился, но все-таки, ну, короче, он относился к нам немножко, как будто мы чуть взрослее, чем мы есть. Во всяком случае, он никогда не прогонял из-за стола, если что-то, там, какие-то разговоры, там, возникали. И не говорил, ну-ка, все тише, здесь вот дети при них нельзя, такого не было. Разговоры возникали-таки? Да, и уши сразу так, как бы делали большими-большими, ну, мотали на ус, там было интересно, конечно. Вот, но вот такой он не воспитывал, но он проявлялся. Вот я, например, помню, мы едем в лифте к нему в доме вот на Грузинской, 28, Малая Грузинская. И в лифт за нами вбегают два возбужденных очень человека. Здорово, да, Володя, здравствуй. Мы едем, они едут выше. И разговор примерно такой, что все продали, вот все продали, мы сидим на вещах, вот нам не дают выезда, вот это самое. И вот мы доезжаем, наша дверь, мы открываемся, ну, открывается на восьмом этаже, да, они продолжают говорить, а вот этот вот уже давно там, а вот этот, да надо было вообще ехать там, надо было валить отсюда. Двери закрываются, они едут наверх. Я, в общем, немножко так ошарашенный говорю, ничего себе, у вас домик попал. И он говорит, эти что ли, ребята, хорошие ребята, говорит, в Израиле, да ну пусть едут. И у нас вот такой начался разговор, как бы такой, знаете, ну, на эту тему, что, ну, как бы, ну, почти анекдот, вот почти анекдот, вот как вот они хотят, вот взяли, все продавали, значит, и сидят теперь, значит, и так дальше. Он как-то снял вот это напряжение, а в другой раз, вот как будто не с ребенком, да, ну, сколько ребенок, у меня там было там, может, 14 лет, там, ну, не такой уж и ребенок, ну, вот так вот немножко. Он интересовался всем, но я вот никогда, я, честно говоря, и в текстах его этого не вижу, чтобы он был, ну, как сказать, внутри какого-то политического процесса, брал бы чью-то сторону. Он как-то, он как-то с другой стороны заходил на жизни, на эти проблемы, ну, он в политике видел что-то другое, он мог, наверное, об этом рассуждать, шутить, там, я не знаю, как вот про вот этот вопрос с отъездом людей, которые хотели уехать из страны, вот, он мог об этом рассуждать, но как-то вот не с точки зрения, а вот были бы другие, или еще что-то, ну, как-то по-другому это восприниму, не знаю, вот мне очень трудно представить себе его, скажем, в более поздних каких-то вот политических разборках, невозможно.